друзья всем привет сегодня видео будут мною показаны последние орхидеи которые остались расти с применением такого компонента как триферн триферн это древовидные корни папорника и в этом видео я отвечу на вопрос который мне очень часто в последнее время задают георгий почему мы перестали видеть видео на канале с применением этого компонента триферна раньше вы столько много орхидеи сажали всяких разных а сейчас не снимаете про это видео почему неужели триферн такой плохой и какие причины расскажите про плюсы и минусы и вот сегодня видео друзья как раз таки на эту тему я отвечу на этот вопрос почему я перестал сажать в этот компонент в триферн расскажу о плюсах и минусах ну и собственно расскажу свое мнение о применении триферна для выращивания орхидей в домашних условиях вот на ваших глазах орхидея на экранах орхидея green world snake skin что означает зеленый мир змеиная кожа так вот полное название полный перевод этой орхидеи вот такой вот интересный окрас у нее обалденный мне очень нравится у меня она не одна у меня даже целая коллекция змеиных орхидей это змеиная кожа вот вторая а тоже орхидеичка но она не в триферне растет у нее немножечко такой по насыщение да нет в принципе у них у всех одинаковый окрас но вот разная насыщенность желтого и вот такого цвета черешни что ли да наверное вишневый такой цвет вот очень интересная малявочка кстати в первом вот это вот цветение в первом домашнем в прошлом году и купил и вот она зацвела на белые пятна друзья еще раз прошу вот эти вот видите белые такие пятна не обращайте внимание это на листьях это недавняя моя обработка орхидей топсином от это фунгицид от гниения от фузариозного гниения и резактония серая гниль и черный гниль в том числе и так на друзья здесь у меня остались последние вот эти вот две орхидеи которые еще продолжают расти в триферне а триферн кто не знает это вот такой вот компонент вот он я специально его достал чтобы вам его показать это корни древовидного папоротника это наверное один из компонентов органических которые очень 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 медленно разлагается и практически не поддается гниению и самый вот как раз пользуясь случаем самый наверное жирный и главный плюс этого компонента это то что он в составе вот этих вот корней находятся ну какие-то там ферменты которые как раз таки и не дают разлагаться вот этому этим этому компоненту и плюс еще этот корни древовидного папник папоротника они немножечко ну не совсем на сто процентов до побеждают гниль а затормаживает его я напомню что у нас на канале есть плейлист триферн для орхидей несколько лет назад у нас проходил большой такой эксперимент с применением вот этого вот триферна и значит в этом плейлисте собраны все видео где мы наверное около 20 на орхидей посадили во первых разных орхидей и взрослых и подростков посадили в чистый триферн с разными добавками с разными компонентами вот например здесь у нас он орхидеи растут змеиная кожа она в чистом триферне внизу от чистый триферн сверху немножечко я присыпал корой триферн потому что у триферна есть главный минус но об этом минусе я расскажу в этом видео а пока вот сейчас о плюсах мы рассказываем здесь тоже вы видите на поверхности у меня немножко насыпано мелко мелкой коры ну корни вы сами видите тут у нас в принципе с корнями все хорошо значит сажали два десятка орхидей и у нас было две орхидеи которые были больные то есть были с гниением основания прям шла черная и там серая гниль желтел листик у одной орхидеи от основания и это все продолжалось буквально там несколько месяцев прям специально я снимал те кто помнят этот эксперимент кто давно смотрит наш канал те помнят ту несчастную орхидею которая долго гнила но это было ради интереса ради скажем других архаманов чтобы воочию увидели что триферн на сто процентов не защищает от гниения корня но если орхидея заболела начала гнить то он притормаживает развитие болезни и у нас есть время чтобы собраться и провести необходимое лечение в общем нам надоело наблюдать за этой орхидеи мы ее в триферне в общем зачистили почистили в общем вылечили механическим способом от избавили от гниения в общем триферн вот этот плюс у него то что да он затормаживает развитие гнилостных гнилостных процессов и плюс сам он довольно таки долго подвергается разложению теперь значит о самом главном минусе триферна это то что он как и мог сфагнум наверное не для новичков примут только те кто только увлекся орхидеями берет грунт и начинает его применять и без проблем скажем тогда то есть значит триферн я вам вам покажу мог сфагнум для примера да и триферн значит это два плохо гниющих компонента но минусы обоих этих грунтов и мха сфагнума вот он и триферна это то что он значит нужен опыт для того чтобы посадить в этот компонент то есть если он слишком рыхлый то есть слишком воздушный да то вода будет быстро просыхать в нем если он слишком сильно уплотнен прям вот прям вот совсем мелко то есть вот под раздавленный у такой вот и уплотнен то слишком долго будет задержится вода и корни будут погибать и соответственно разлагаться сгнивать сами по себе корни это не приводит гниению самого грунта разложения ну а корни захлебнувшись они естественно погибают вот точно так же как и в мхе сфагнуме если слишком его рыхло и воздушно применить и посадить в него орхидею то слишком быстро будут просыхать и сам мог и сами корни и с другой стороны если слишком сильный его вот так вот уплотнить измельчить да и в него посадить вот в такой вот ком орхидеи корни то вода будет дольше задерживаться соответственно сверху будет немножко так просыхать и создавать иллюзию того что мог высох да то есть он вроде такой сверху ломки а внутри он остается мокрый влажный и соответственно корни постоянно находясь в плохо аэрируемым плохо аэрируемый это значит плохо проходит внутрь воздух корни начинают задыхаться захлебываться ну и начинают отмирать погибать со всеми вытекающими отсюда последствиями точно так же вот и три ферн друзья много у новичков было жалоб что применили и корни задохнулись то есть уплотнен очень сильно уплотняется когда его измельчаешь и точно так же быстро просыхает когда его не когда он слишком рыхлый вот большими ветками то есть это главный его минус еще из минусов это то что вот обладает вот этой вот такой как сказать структурой он очень сильно на своей поверхности абсорбирует собирает вот по кипеллярной своей системе притягивает соли притягивает минеральные вещества которыми например там удобряем либо поливаем водой такой жесткой допустим до содержанием солей минеральных элементов вода уходит а на поверхность вытягивает ну как знаете вот видите ну чё там рассказывать вот вы сами все видите вот таких вот такие корни видите из-за того что три ферн на поверхность на свою вытягивает все это дело это нас осаживается и на сами корни вот видите то есть с корой не так это быстро происходит и не так мощно скажем так видите и корни потом они ну скажем так и высыхают из-за этих солей видите вот и просто вот в труху превращаются и вот он сверху на этот корень может быть уже поражен солями а внизу он может вполне себе быть нормальный там внутри поэтому сверху я подсыпал приходилось подсыпать вот кусочками коры чтобы влага ну как бы абсорбировала на себе сверху на кусочках коры они на вот этих вот волокнах три ферна это вот второй его минус и третий минус друзья это то что цена его соответственно очень высокая ввиду того что в россии насколько мне известно не производит в таких объемах корни древовидного папоротника да он идет из по моему из новой зеландии его продают и ценник у него очень-очень заоблачный то есть он очень золотым выходит и получается из-за своей цены покупать его и применять нет смысла по причине того что теми же свойствами плохого гниения затормаживания развития гниения обладают тот же мох с фагном который не то что там в разы дешевле стоит три ферна но по-моему даже раз наверно в 20 дешевле стоит в 10 в 20 раз дешевле стоит чем сам три ферн за литр это первое и второй момент если говорить о плохом гниение то например кокосовые чипсы обладают теми же свойствами вообще практически скажем по такому же сроку как и три фернат производитель заявляет что семь лет не гниет грунт кокосовые чипсы столько же не гниют по сроку мох конечно он раньше начинает разлагаться он может уже через год через два начать разлагаться поэтому кокосовые чипсы тоже по сравнению с три ферном стоят сущие копейки поэтому когда друзья до всех событий мировых три фэн легко попадал в россию он стоил относительно недорого но тоже он стоил ну как бы не из дешевых был грунтов сейчас он очень дорогой поэтому сажать опять же мы все использовали вот значит все варианты его применения использовали применили у нас на канале вариациях и в чистый и не в чистый в компоненте там с керамзитом с корой есть все видео весь комплект можно посмотреть какие результаты и вот друзья две последние орхидеи вот эти вот которые сажались в этот грунт малявочками прям малявочками и вот он сколько уже растут цвел и змеиная кожа цвела вот они сколько этих цветоносов у этой орхидеи здесь значит вот эта орхидея это black snake черная змея орхидея она тоже здесь уже у нас успела тоже малявочками сажали именно для наращивания корней она у нас уже успела за цвести процвести разок в общем ну не знаю вот уже время подходит пересаживать эти орхидеи естественно я пересажу эти орхидеи без триферна по причинам которые я вам озвучил первое это его цена вот у меня осталось сколько тут осталось этого триферна вот покупать новый я не хочу потому что достаточно много аналогов компонентов с такими же свойствами как и триферн еще раз повторюсь это и кокосовые чипсы и вот сам мог сфагнум который легко заменяют ну и собственно вот и вот это и есть ответ на вопрос что вот его дороговизна первое и второе это из-за этого в принципе нет смысла его покупать и применять и ну что еще добавить то что в чистом виде он вот его главный минус это то что вот он очень сильно на своей поверхности собирает соли когда поливаем жесткой водой эти соли вот ушатывают верхние корешочки вот собственно и все никакой никакого таинства никакого какой-то там я не знаю злого умысла нет в том что там перестали сажать орхидеи в этот грунт потому что он что-то там убивает или он вредный какой-то нет он хороший компонент но я считаю мое мнение но для опытных для опытных архаманов которые могут подружиться с мхом сфагнумом и понимают на на вот на на ту какую плотность нужно давать чтобы правильно поливать орхидеи точнее даже не так как правильно ухаживать и поливать при той или иной плотности того же вот три ферна или мхом сфагнума вот то есть это грунт не для это мое еще раз повторюсь мнение не для широких масс а для узнаете для любителей именно для любителей а все видео на канале о том как сажать как ухаживать за архидеями посаженными в 3 ферна вы найдете в плейлисте я оставлю ссылочку описание об этом видео орхидеев то отре ферн для орхидеи вы все там найдете и все все ответы как ухаживать за орхидеями как поливать какие орхидеи как сажать все это вы найдете в этом плейлисте все друзья вот такое сегодня видео надеюсь ответил на вопросы всем хорошего настроения всем добра здоровья и до встречи в следующем видео всем пока пока